you beautiful только сейчас увидел что у нас вагон с кондиционерами на выходе билеты собирают походу по второму разу будут продавать и ребятки и девчатки я вам хочу сказать хорошо стоим чуть-чуть помогу а то чересчур тяжело так будет легче только она походу по состоянию курица готова была еще вчера ребят всем доброе утро у нас третий день в или в этом отеле сейчас мы завтракаем 8 утра good morning my friend и бежим на местную станцию жд покупаем билеты один из самых красивых поездов в мире проедем 4 часа в одну сторону потом 4 часа в другую до доллара или так немножко погуляем и обратно а пока мы завтракаем сейчас покажу чем наступит кормит фанта это наша такой омлетик сыновой ойца кокосовой лепешки с чем-то что-то с чем-то бананчики папайя масло тосты но и должны чай или кофе принести еще по идее не надеемся конечно но так на часик перебить ребята подскажите кто это это мангуст реки тики тави по-моему да наш этот сказал что если тут мангусты водится на змеи тут не будет попросил на солнце станет вот попозируй тебе ну вот собственно говоря мой на местной станции жили смотрите какие очереди за билеты о мой френд вы его гонка не смотрите многие европейцы вот так вот путешествует не с чемоданами вот такими рюкзаками и по всей стране по всей стране мы вчера видели в кафешке двух французиков такая книжка была про шри-ланку это не открывали каждую страницу и там сегодня на страницу 48 параграф вот кстати цена за билеты третий класс 2 класс едем вот сюда на на ну ой я 160 300 у тракториста пойдемте домой ребят бухать несмотря на то что здесь не написано про первый класс мы билет первого класса вроде как покупаем посмотрим сядем ли мы на места специальном и мерзком вагоне или не сядем буду там они пустые но вот так выглядит номера от билетов а это на двоих а все отходим цена билета 1200 а вот место это они а у тебя стоит еще 800 у нас взрыва окнами 244 выходим на перрон о видите тут и тут проверяют билеты кабин номер ван че зайцам тяжело как минимум тяжело по попасть вагон проверяет полицейский так выглядит перрон сейчас будем ехать наслаждаться костюме такое чувство что у них есть или нет ну таки давайте над резине вы садитесь а мы своего столкаем потом поменяемся как сегодня ночью это было так как шанс мы уже заплатили можно тренированы у меня есть небольшое сомнение что мы сядем потому что билеты проданы еще двадцать третьем году 12 декабря 17 43 а сегодня у нас простите 7 января у нас чуть больше шансов сесть чем у вас также на вокзале можно скоротать время ожидая по его ожидании поезда купить водички в местные какие-то пирожки и хабир бирт плохо кассу кассу надо делать нормально бирт продавать короче нам сказали что поезде ничего не покупать не покупать ни у кого конечно потому что можно остаться и обосраться ну там все не 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 гене 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 чисто многие поезда у меня уже пребывали на моем канале но сейчас каланкийский не пребывали снимаем прибытие аланкийского поезда сцена 1 кадр 1 дубль 2 тут вообще пустые вагоны у них первый класс как у нас в электричке последний конечно какой красивый кондуктор но you beautiful все уже забыл что украл что тоже уже украл что-то так як машинист ну шо погнали но а а и и и и и и и и и а и и очередь очередете не займу это и и и и и Славик, а ты знаешь, что раз в месяц поезда на Шри-Ланке сходят с рельса? Нет. В этом месяце еще не сходили. Спасибо. Ребята, очередная станция. Нам еще где-то час ехать. Мы уже высоко-высоко в горах. Уже практически на уровне облаков. Скоро уже выходить будем. И поедем на чайные плантации. Картошечку местную. Такие аккуратненькие грядочки. Рис походу растет вон там. Земледельцы вы наши. Только сейчас увидел, что у нас вагон с кондиционерами. Вот этот парень из Италии. Болеет за Рому. Я сказал, что из города Краснодара. Он сразу говорит, о, Кубань Краснодара. У нас есть еще одна говно-команда, но я, говорит, я ее не знаю. Все, ребята, мы на месте. А вот так выглядит местная электричка. На выходе билеты собирают. По второму разу будут продавать. Подошли брать обратно и сразу билеты. А тут, смотрите, первый класс. Доеллы. Три тысячи стоит. Почему? А мы за сколько брали? За 1600? За 1600. Что так дорого? Не понятно. Короче, приехали, ребятки, а уже деваться некуда. Вот поэтому такая сумма. Ребят, знаете, есть рыбы прилипалы, а есть тук-тукеры отлипалы, о которых тоже не отвертишься. Как присосется, так и будет до конца нашей поездки идти, уговаривает нас доехать с ним на машине. Выходишь с ЖД вокзала. Здесь вокзал для двоих, как говорится. Автобусы едут в наше же направление, куда нам нужно. На какую-то плантацию. Ну да, хорошо, не жарко, прикольно и не холодно. Самое главное. Вот, только в шапке они стоят. О, тут рыбу привезли. Океан в тысячи километров отсюда, а не рыбу привезли. Вот прям возле автобусной остановки, но за вокзала вот этот самый, вайншоп, имеется. Взяли четыре холодненьких пива. Но выпьем только два холодных. Наглые русские сидят в автобусе, пьют пиво. Все, наверное, немножко косятся, но бывает. Автобус, да, Новорелли 75. По 75, если я взял, руби. Ехать 10 километров. Ну, такими темпами, что на каждом столбе останавливаться, наверное, часа два будем ехать. Все, ребят, мы приехали на станцию Новорелли. Вот на вот этом вот автобусе 715. Жалко, что не 711, дата моего рождения. Алкоголичка. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Начинаем сейчас начать на плантации 3 километра еще, но я говорю, надо чуть отойти от станции, чтобы было дешевле, был дешевле тут-тук. Мы идем сейчас на почту, она через дорогу. О, мы сейчас будем открытки отправлять домой. Привет себе передавать. Вот такой Будда нас встречает в центре города. Смотрите, Европа. Это Германия, Германичина. Ищем почту. Где почта? Где? Вот здание. А, это есть? Да. Нифига себе, классная почта. Сюда будем кидать открытки. Вот это и есть почта, оказывается. Такая красивая. И фото, фото, фото пошло. Облом, а она закрыта. Давайте позвоним в колокол. Может, откроют? Потому что воскресенье, походу. Тютя. Может быть, воскресенье, да. Подумайте, все холодает. Мы уверены, что сегодня воскресенье. О, ребят, смотрите, прям для нас тут. Но они грязные. Можно было. Ну, мы и так и... Вот, вот это мое будет. Ну, молодец. Ладно, садись. Садись. Садись, кто больше. Она грязная. Не садись. Нет. Картина Репина. Наглые русские оккупировали почту. Ждем завтрашнего открытия. До понедельника сидим здесь, отдыхаем. Открытку по Любасу надо отправить. С прибытием на Вараэль. Ю-ху! Что, ребятки и девчатки, я вам хочу сказать. Хорошо стоим. Все. От почты нашли тук-тукера. Ехать 3 километра за 300 рупий. Я что-то сомневаюсь в таких ценах, если честно. Сейчас он отъедет. Сейчас он отъедет, подожди. Тут все на расслабоне. Мериси бы уже... Нас бы с руками оторвали, когда мы сказали, вылет тук-тук. А тут они сидят на расслабоне, им вообще ничего не надо. Надя, главное, на мочевой пазырь мне не садись. А то я еще с поезда хочу. Надю. Золотой душ. Или дождь, или как-то. Мы еще четвером в одном не ездили. Достаточно комфортно. Ну, короче, ребята, приехали. Договаривались за 300 рупий. Заплатили тысячу, потому что он дебил, блядь, не туда поехал. Ну, ладно, эта история уже умалчивает. Плантация, чайная плантация называется Педро. Главное, что не Гомес. Педро. Ход 200 рупий должно стоить, по идее. А вход, оказывается, 500. Факторы визит 500, те что-то там 1000. Ну, понятное дело. Хэллоу. Смотрите, какие красивые чаи тут у них. Всякие разные. Хэллоу. Хэллоу. Такое впечатление, что мы в рабство еще за 500 рупий заплатили. Сейчас будем чай собирать тут. Дальше пошел непередимый игрослов. Заходим в Святая Святых, где это все производят. Поднимаемся на второй этаж. Ну, достаточно чисто. По шаланкистским меркам, очень чисто. А это нам на пробу унесут. Будем дегустировать свежо. Ребята, самое главное на чайной плантации, это пожарная безопасность. Песочек, водичка, водичка, водичка. И еще раз водичка. Пропущу вперед. Чуть-чуть помогу, а то чересчур тяжело. О, так будет легче, я думаю. Ну, окей. А я смотрю, ковровы уже там, блядь, в первых видах. Пробую чай на зуб. Ну, вот так, ребята, это все выглядит. Тут мешки. Вот тут. I help, окей? Ребята, эксклюзивный чай. Берем именно этот. Пахнет тут. Как бы, зеленью какой-то пахнет. А когда у вас зарплата, ребят? Что это она показывает? А, тут сушится, походу, температурная шкала. Но тут пусто, ничего нет. Ну что тут у нас следующее. Какие-то тут Секретные технологии Показываю, ребята Она запретила снимать Но я на свой страх и риск вам показываю Как делается чай О, ребят, мы уже более святая святых Чаек Пахнет, кстати, хорошо Смотрите, крупные листья Тут какие-то вообще мелкие-мелкие Вот сколько чая Он высушивается, короче, моется Высушивается, скручится в роллы Крошится на всякие части Я вам перевожу Ее слова А, но видео Пока она отвернулась, расскажу Я спросил, какое наименование чая Она говорит, это и Липтон, и Пиквик И что-то еще Вот это вот есть этот чай То есть это уже какая компания Купит у них этот чай И как она его там уже доведет до ума Ребята, видите, на полу крошки Это те самые крошки, которые мы пьем В пакетированном чае Я надеюсь, хоть и здесь можно снимать Я заплатил за экскурсию Целых... А Липтон не хороший чай Липтон не хороший? Да? Требое В России это хороший чай? Нет, нет, Липтон значит Те-бэк не хороший, мадам Мы имеем хороший чай Это очень хороший чай Липтон только Они покупают И они покупают И в другом случае Они пакет Вот понятно Эта женщина, она из Америки Говорит, Липтон не хороший чай Я говорю, это хороший чай Почему нет? В России, по крайней мере Считается крутым Я возмущен Как-то Я пришел Деньги заплатил на экскурсию Не могу поснимать Своим ребятушкам Показать Как производится чай Ну что за бред Но я все равно Из-под полу снимал Чем интереснее будет Но у меня откладывается впечатление Что на экскурсиях Они больше денег поднимают Чем на производстве чая Это была шутка Никому не интересна дегустация Все послушали и уехали Только нам четверым Еще два часа до поезда Просто еще делать нечего Нечем заняться И пойдем продегустируем Чай Цейлонский чай О, смотрите Что это за таблички Коста-Рика Япония Канада США Россия есть? Нет? А, Россия есть А, что там написано Пойдем посмотрим Ага, ага Шелонка Четвертое Января 24 года Опа Вчера? Позавчера Только табличку повесили Непал Вьетнам Это куда поставляют Я так понимаю Россия есть? Нету России почему-то Но есть отдельная табличка Ну, а вот Соответственно Сами плантации На горах На склонах растут Туда нас не поведут Ну, в принципе Там делать В принципе Нехер Какой-то стенд С наименованиями С калибровкой Чая Оп Поп И так далее Я думаю Тот, кто первый день Выходит сюда на работу Заблудиться может Тут такие лабиринты Но для удобства Каждое дерево Пронумеровано Гала Гала Возле 35-го дерева Не урожай Так Нас четверо Пять кружек Женщина с нами Походу будет Сахарочек Как его имя Возьмите Что скажет А, Юсейна Окей Ой, спасибо Ну, пахнет Как-то Пахнет Пахнет Я бы хотела Гринт Нет Нет Блэк 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 Медийный Тест Я согласен Да Согласен Тут покупать не будем Ой, красиво Красота Ребятки, а кофе у вас нет? А то че-то как-то чай не лезет без тортика Быть добру И без сахара Ах, хорошо Не, ну вкусненький Где бы еще чай купил? Да? Я ненавижу черный чай Ну да, на зеленый пью Я люблю черный чай Я люблю только зеленый Но этот насыщенный Бывает, значит, прям бодяга Слушай, насыщенный Но какой-то желтым, а не черным Все, с чайной плантацией мы вернулись на вокзал Науорелии И хотим поесть Это будет непередаваемое ощущение Поесть на вокзале Я в России боюсь на вокзале есть Тут тем более В ресторанчик зашли здесь, нашли Смотрите, какие вкусные пирожные Всякие булочки Пирожочки О! А, оно уже готово То есть ждать особо не будем долго, да? Это хорошо По состоянию курицы готова была еще вчера Ой, какие тортики Ой, 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 ой Как тебе платить с поршень? а ну вот ребят прийти чё принесли вот такой в таком подносики прикольном 1200 стоит вот это все потому что тут в основном местные все питаются сколько это пусто я конечно не знаю но надеюсь рис суховат я боюсь спросить вот это что зелененькое мимо рта читал спайси чуть-чуть ну и пивко в этом заведении стоит дешевле чем обычно в ресторанах 800 рупий это что я поел вышло 2000 с копейками группе и ну плюс как и практически в каждом кафе ресторане тут берут тоже 10 процентов что-то в том году такого не было дима ты их разбаловал своими этими чаевыми им понравилось да да дима я тебе говорю за пивом за пивом и на поезд мы приехали на ее иона йоя и ой на ю ой я надя говорит о местные алкаши стоят и тут заходят не местные алкаши уже знакомые места вот так отдыхают лангийцы о тут шмалью пахнет тут русским духом пахнет все хорошо по ребят смотрите сейчас мечеть поет мула и тут же рядом католическая церковь пожалуйста это уанна йоя или как это называется не помню правильно но вы поняли меня ну все ребят короче в 16 часов последний поезд сторону элы уже на вокзале сейчас возьмем билеты нам сказали что проблем с местами быть на не должно поэтому возьмем самые дешевые билеты и надеюсь будем сидеть принципе ричок мое впечатление такое ну съездил съездил посмотрел да ну прям не сильно восторге от сегодняшних каких-то и ну поезд прикольно один раз стоит проехать я думаю по красным по красивым местам чайная плантация ну один раз стоит тебе понравилось сегодняшнее вообще приключение да здорово весело особенно фоточки из поезда да обратно снимать ничего не буду этому нет смысла всем спасибо за просмотр поставьте лайк подпишитесь на канал ну и ждите новую серию завтра новый день будет новое видео все пока